так раз два три чемоданы огромная гора детских пакетов всем огромнейший привет вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян мы в полном составе собрались и выдвигаемся из подольска это московскую область в краснодар есть что посмотреть потому что мы впервые едем зимой по этой трассе будем ехать по платнику платник подорожал подорожал почти аж в два раза я вчера смотрел нам обойдется платник аж в 2 900 с копейками это как бы очень много у нас нет этой карты транспортер но по сути теперь она никаких скидок не дает ничего нету скидки выходного дня нету скидки ночного проезда ничего нету только вот теперь плати плюс еще подорожание солярки аж до 55 рублей это конечно мощно в общем у нас сегодня поездка такая в первый раз летом осенью весной мы по m4 ездили неоднократно как бы все хорошо все отлично мы едем на наши новой машине это volkswagen multivan я тестировал ее по москве средний расход 8 с половиной литров посмотрим что она выдаст по трассе сколько здесь бак я тоже не знаю первое что мы сейчас заезжаем значит на заправку сразу заливаем полный бак и посмотрим насколько хватит нам полного бака до этого у нас была mercedes ml мы заливали полный бак 100 литров и нам это хватало доехать почти до ростова как бы было очень отлично как здесь будет не знаю мы с собой набрали куча продуктов целая сумка там на мамулька еще что-то испекла и даже мясо приготовила в духовке поэтому мы заезжать вообще сегодня никуда не будем ни в какие наши любимые вам пончики просто едем как говорится чтобы доехать до краснодара выезжаем темно время выезда сейчас 1753 я сбросила суточный пробег ехать на порядка 14 часов 1400 километров погнали так на часах 8 05 у нас первая заправка газпром дизельное топливо 52 25 вот здесь дизель подешевле это прекрасно сейчас заливаем полный бак покажу вам что и как насколько хватит раннее утро на заправке никого плюс еще праздники только две машины так смотрите полный бак пишет что хватит на 770 но мне кажется что сейчас он прибавит все это дело потому что долго работала на холостых по заправке вышло 75 литров на 3 940 все друзьям едем уходим сейчас значит на каскад фарк это м2 трасса на ничьи не вот сейчас сворачиваем и через поселочек одинцово будем попадать уже на платник м4 ездим так всегда здесь колонны идет едем очень медленно 60 километров ползем но сейчас все изменится можно будет нормально разогнаться все видите едем направо интересно будет ли заснеженная дорога либо ее нормально здесь чистят пока вы видим он видит больный снег ну все двигаемся пока мирончик спит насенькая тусуется со мной а я хочу вам показать вот не почищенную дорогу видите правая полоса вообще вся в снегу а левая крайне левая видите она процентов на 20-25 тоже в снегу и когда идешь на обгон то левым колесом прям впритык проходишь с этим снегом это конечно очень опасно мы посмотрим как будет прям на платных участках дороги так смотрите вот здесь вот справа можно приобрести транспортер вот он пункт мы его проскакиваем он нам не нужен не будем не покупать заново не брать в аренду ничего мы подъезжаем к первому платнику так надо сейчас ищем сейчас желтое окошко за наличный расчет так вот свободная подъезжаем и оплачиваем по карте 1 класс 210 рублей сейчас посмотрим какой у меня 210 рублей значит мы относимся к первому классу это как бы хорошо значит у нас в виде 1600 чем-то а 2 600 чем-то платье так вот это кажется как бы и вроде быстро, а по факту вот из этих кусочков потом хороший такой экономия времени Да, в общем есть карта, то конечно безусловно лучше брать этот транспорт или транспорт как-то правильно и ехать с ним, потому что там 5 минут, там 5 минут и суммарно получается уже прилично Мы двигаемся дальше Пока у нас метет, Артемка учидил попросил компот, я ему дал ему бутылку в итоге минут через 10 говорит папа, пол бутылки пролилось на сиденье все на штаны ладно, штаны можно постирать, что теперь делать с креслом это вообще трактец пол бутылки, посмотрите пол бутылки вылилось Так что я принимаю совет в комментариях, что теперь делать с сидушкой Смотрите, я по круизу держу скорость 130 км увеличился немножко расход, но зато по дальности поездки пишут, что хватит на 800 км Постоянно закидывает стекло, приходится постоянно включать эту мерзайку Это, конечно, неудобно Я думаю, что придется даже останавливаться и заливать новые 5 литров С собой взял 5-литровую канистру Проезжаем пост Это мы сейчас заезжаем в Тульскую область Сейчас проехали И снова начинается архомагистраль Можно ехать 110 Так, у нас, значит, очередной пункт взимания платы Снова ищем желтое окошко Именно оно нам нужно Так, и будем оплачивать Ну да, видите, на зеленых вообще никого нету А здесь вот есть Так, мы сейчас посмотрим А что сюда никто не едет? Странно Триста рублей Триста рублей Обалдеть Это, кстати, по-моему, самый дорогой участок на всей платке Раньше он был что-то 200-240 Сразу по рекомендации Вот мы едем буквально час столько Я сразу хочу дать рекомендации Если вы едете зимой Вот в такую вот слякоть Первое, что сделаете Поставьте хорошие щетки на дворнике Вот у меня они не очень здоровские Они с первой ходки не убирают всю грязь Когда идешь на обгон за фурами Это, конечно, дискомфортно Приходится прям напрягаться Вцепляться в руль Включать максимальную внимательность В общем, ребята, это совет Прямо если собрались ехать в это время года на юг То щетки Новый, хороший, качественный себе ставьте Расход Вот, например, едешь 130, да, держишь Что расход чуть вырос 9,5 литров Нам это хватит на 750 километров Так же, как и на Мерседесе Чем больше скорость, тем расход выше А вот на Вольве, на бензиновой, было не так Там, чем больше скорость, тем расход был меньше Прикольно, конечно, ехать на юг Зимой Ты едешь Снег слева-справа, да? Дорога грязная И в голове есть понимание того, что однозначно Эта дорога закончится И будет не снег уже А, скорее всего, какие-то другие виды пейзажа И, судя по небу, впереди нас ждет солнышко И это хорошо Видите, как закидывает зеркало заднего вида? И стекло Так вот, что хочу сказать Что Вольво XC90 В этом плане Абсолютный чемпион Сколько бы я не ездил В какую бы я погоду не ездил на Вольве Вот такого вот Вообще нет У нее настолько классно И продуманно сделана аэродинамика Что Тебе Никогда не нужно выходить из машины и протирать Здесь, если такое продолжится То через час-два Нужно будет выйти и протирать эти все зеркалами Возможно, не будет такого Потому что спереди Видите, какая погода прекрасная Едем мы, значит, два часа Двести километров проехали Средний расход Девять и семь Загорелась лампочка Что заканчивается Незамерзайка Надеюсь, нам еще на какой-то период это хватит Ичитывая, что вышло солнышко Подъезжаем к Платнику До Вронежа 286 километров И самое очень интересное Вроде и солнце светит Здесь дорога менее заснеженная Но за бортом минус 9 градусов Представляете? Увеличали мы, если помните Было минус 8 градусов Внутри 5 Все так же, если вы едете за наличку Ищите, значит, желтое Окошко себе И заезжаете в желтенькое Так, вот она свободная Тут есть одна Крайняя Двести десять Двести десять Чехи сохраняем Потом Посчитаем Хотя, в принципе, на картах В телефоне все есть Но пусть будут на всякий случай Здесь начинается отрезок Где можно ехать сразу же 110 Ой, как машина шлифует Заснеженная дорога Так Да, посмотрите Здесь заснеженная Справа есть зона отдыха Тоже все в снегу И, обратите внимание, есть эстакады Где можно что-нибудь подкрутить Если вам нужно, не дай бог Вот справа Вспоминайте Дорога нечищенная Сами видите Идет колея снежная Хьюстон У нас проблемы У нас закончилась незамерзайка Светит яркое солнцевое лицо И я вообще ничего не вижу Сбавил скорость на 80 Перестроился вот так вот за фурой И жду, когда будет хоть небольшой карман А, кстати, вот, по-моему, он есть Вот сюда сейчас встаем В срочном порядке И заливаем незамерзайку Потому что ехать так дальше невозможно Да уж Так Где Незамерзайка Я ее не выбирал далеко Ой, ее еще с рюкзак упадет А, здесь еще у меня есть остатки Ну ладно, зальем остатки Ну все Залил незамерзайку Двигаемся дальше Я пока останавливался Заливал Все мои проснулись Все Теперь солнышко Потрясающая погода Отключаем аварийку Пристегиваемся И поехали Посмотрите, левая полоса какая В том состоянии И не обгонишь И не поедешь по ней Потому что Сто процентов занесет Просто жесть Вот такой вот платник И это не просто кусок такой Это большая часть дороги В таком состоянии Так, мы решили остановиться Немножко перекусить Позавтракать Мы потому что проснулись Как говорится И сразу в путь Вот здесь есть вот такая Зона отдыха Есть кафе Кафе Добрыня Но вы же помните, я говорил, что мы не будем никуда заходить У нас полно своей еды Поэтому просто вот так вот На парковке Остановились покушать Меня просили показывать Все, как мультивен в использовании Смотрите Не выходя Из Кабины своей Я попадаю Сюда в салон К ребятам Настюш, убирай ноги Родь Все, завязывай Так Сейчас Выдвигаем стол И будем кушать Смотрите, какая у нас красота Насколько удобно Что прямо в машине Есть стол Вот такой вот полный простор Сейчас еще чаечек нальем Яйца, как говорится В дороге Хорошо Рогалики Чай пьем Буквально минут 10 Перекус И дальше Едем Най 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 Кушай, кушай, кушай Мы покушали Отлично Собачку покормили Теперь можно ехать Я, кстати, протер все стекла и зеркала Теперь еще комфортнее нам будет ехать Так Мы подъезжаем к платнику Он очень узкий Вот прям очень И Здесь Только А, вот же свободно Смотрите Здесь закрыто А вот здесь вот можно за наличку проехать Сейчас будем проезжать Ну да Тут он очередь по наличку А мы вот так вот за наличку Видите, как технично Никто не заметил Неправился Неправился Настолько ярко И оно отражается от снега Плюс от мокрой дороги Я еду вот в таком вот напряжении И из-за этого напрягается зуб, тесна, которую отрезали И постоянно ноет Это, естественно, дискомфорт в дороге И я уже подумываю, что если мы сейчас будем где-нибудь останавливаться, нужно перерыть чемодан и найти очки Мы проехали 314 километров За окном у нас минус 7 градусов И мы заехали в Воронежскую область Тульскую оставили позади Так, до Воронежа нам 173 километра Подъезжаем к пункту оплаты И достаточно плотный поток Я вижу очереди Так, здесь у нас транспортер, транспортер, транспортер Так, вот, отлично Нет, очередей нет Вот прям в свободненький шлагбаум Подъезжаем Вот это, вот это надувается Тут даже мягко Весь 30 рублей И лимкнул Шлагман открылся Сейчас чеки заберем Здесь только в парадок Он раз поднял Ну да, почти в два Получается, по-моему, раньше был В 120 Ага Спасибо А сейчас чеки заберем Чеки Взяли, помяли и едем Так, заезжаем на Роснефть Чтобы, так скажи Сказать Опустошить Свой организм В туалет, в общем, мы заехали Сейчас по-быстренькому здесь И дальше в путь Так, и здесь, смотрите Здесь уже прямо эти Очереди А мы резко вот в эту Вот, смотрите, кабинку И здесь только будет Опа Один человек перед нами Это хорошо Да, затрудняют, в общем, тех, кто Не по карте оплачивает А кто наликом дает Пока им нашкребут эту сдачу Вот стоим ждем Господи, едь уже, а Есть Блин, у меня их много Сто семь? Да, вот Спасибо большое Так, интересно У нас как-то такое было Тоже попросили чек Последней оплаты И пропустили И вот сейчас то же самое Она взяла этот чек Отсканировала И говорит Все, езжайте Прикольно Не знаю, почему Кто в курсе Напишите в комментариях, пожалуйста Так, мы заезжаем В Воронежскую область И до Воронежа считанные Километры осталось Обратите внимание Мы сейчас едем В Воронежской области До Воронежа Нам осталось Километров сто И посмотрите Снега здесь Значительно уже Поменьше То есть на полях Вот видите слева Беднеется уже Трава И на дороге Уже не так много Как было В Московской области Доехать здесь уже Так поинтересней Потому что Нету слякоти Нету Грязи Посмотрим, что будет дальше Видите Слева, где фура едет Это Как раз Бесплатный участок дороги Мы едем по Матнику А Ку Они едут По бесплатке И Там всего лишь две полосы Вы знаете Я думал В эту проездку Думал А может быть нам поехать По бесплатке тоже Учитывая, что За проезд мы дадим Почти 3000 рублей Как бы до хрена Ну Серьезно Объективно до хрена Учитывая, что Дорога в таком состоянии Дыры Вот видите Мне приходится объезжать Потому что Полно Этих Ям Где можно Оставить колесо И мы кстати И мы кстати Вот Подъезжаем На Платнику 170 рублей 170 рублей Все Так Ну все Двигаемся Дальше Так Воронеже Очередной Платник Причем он очень широкий Широкий Для тех А Не Вот Отлично Вот это я вильнул Чтобы Делать Ха-ха Ха-ха Да Вот снова Мы его ждем Потому что Рассчитывается Наличными Деньгами И Это конечно Затрудняет Все движение Вообще Дешевый Платник 90 рублей Все Двигаемся Дальше Мы Объезжаем Воронеж Получается По левую сторону Вот И Здесь Видите Микрайон Воровое Но вот сколько ездим Ездим Так и наблюдаем Как его строится Изначально ехали Фундамент был Сейчас уже дома Даже сдались И Люди там живут Снега Все меньше и меньше Дорога Все Суше и суше А машина Ужасно грязная Хоть заезжай Куда-нибудь Мой ее А потом дальше Двигайся Ну конечно так делать Не будем Потому что Время Время ограничено Мы обычно Доезжаем До Воронежа Где-то за четыре Четыре с половиной часа А сейчас уже В пути Пять часов Проехали Четыреста девяносто Километров Здесь такой видите Пункт звания оплаты Разделенный Можно здесь Стоять Можно Здесь 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 Посвободней То есть Там только один Был пункт Здесь их несколько Ага Несколько Только здесь Шары стоят На дороге Да? Ага Ну ладно Давайте сюда Вот Перед нами Аж три машины Грустно Так 250 рублей Все Двигаемся Дальше Видите как здесь Широко У нас тут очередная Остановка Уложим детей спать Завариваем кофе И будем продолжать путь Не смогли мы просто Попить кофе Уложить детей Настенька захотела есть Пацаны подорвались И тоже захотели есть Поэтому мы заварили дошки Можете писать в комментариях Какие мы плохие родители Кормим детей дошками Вот Сейчас пообедаем И все И снова в путь Как следует Пообедали Теперь едем дальше Мы проехали 590 км Средний расход У нас 9,8 литра Ну Да И знаете как Если ехать 100 90-100 Расход Сразу же начинает падать Но я держу скорость 130 Вот По круиз-контролю Вот 9,8 Вот едем уже несколько сотен Км Потом прям встал 9,8 Куда не шевелится А времени сейчас 14,52 3 часа Грубо говоря Это мы в пути 6,7 часов уже У меня все спят Я еду совершенно один В такой В полной тишине В полной тишине Слушаю немножечко Радио Которая Которая Периодически пропадает И гоняя В различные мысли Прикольно Вроде едешь всей семьей Но у всех тихий час А ты всех везешь И ты как бы один Как говорится Как говорится После обеда Вкусно поел На платнике Деньги отдай Так Заезжаем Ищем Что посвободнее Так Здесь две машины Правее Вот Давайте Сюда Правее Заедем Вот Сюда 150 рублей Ребят Смяли Выкинули Едем Дальше Дальше Горько Третье Третье Вот Ребят Корректор Так, подъезжаем к очередному платнику, что-то они один за другим сейчас есть двои. Здесь занято, здесь занято, здесь не работает, вот видите красный крестик. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Не вернулся, значит, он попёрся. Зачем нужен? Ну, там век вы можете по прямой ехать, а эти вот местные, они летают, можете вернуть палки. Сейчас 100 рублей будет вместе своим телевизором платить и палки. А, понял, ладно. В добром случае. Слушайте, это самый дорогой участок, 370 рублей. Так, помяли, едем дальше. Нигра себе. 747-й километр. Здесь что-то копают, но вот копали, видимо, ещё осенью, а в мороз работы, видите, не проходит. Всё усыпано снегом, весь песок и вот всё вот в таком вот состоянии. Движений по работе нету. И, возможно, нам повезёт, мы сегодня проедем без пробок все эти реконструкции. Так, смотрите, Ростов 373, Новороссийск 834. Проезжаем реку Дон. Посмотрим, замёрзла она, нет. Река Воронеж была полностью во леду. Рыбаки там сидели. У нас, кстати, дело так заката уже. Скоро стемнеет. Ага, посмотрели мы реку. У тебя двойники стоят. Ха, ничего не видно. А, нет, вот сейчас будет видно, смотрите. Ну да, сплошной лёд. Это мы заезжаем в Дягин. Ну, смотрите, у нас на табличке сейчас появился Краснодар. 583 километра до него осталось, и мы заезжаем в Ростовскую область. Как её все боятся. Вот Стелла, видите, Ростовскую область. Там, по-моему, уже открыли эстекаду, где вот эта батайская петля. Вот так она называется, по-моему. Где можно не туда повернуть, как говорится, и будешь наказан. И, по-моему, сейчас там уже открыли просто прям прямой мост. Мы её прям наверху, по-моему, сейчас должны проскочить. Но вместе с вами сейчас чуть позже посмотрим. Возможно, уже будет очень тепло, и видно не будет. Вот. Потому что солнце уже у нас падает за горизонт. Сейчас ещё буквально минут 30. Солнышко опустится, стемнеет, и будет ехать очень тяжело. Если летом едешь по трассе, да, у тебя часов 8, темнеет. И буквально там час-два ты в темноте. Где-то сейчас будет 5 часов уже темно, и часов 6 ещё предстоит пути в полной темноте. И надо будет останавливаться, протирать фары, потому что я стекла протирал, а фары что-то сразу-то не протёр. Они, естественно, закиданы, и светить будет очень плохо. Въехали в Ростовскую область, и всё. Дороги закончились. Все залатаны, перелатаны. Вот автобус идёт в левой полосе. И виляет. Видели руба? Ямка. А я поймал, не успел. Или это что на дороге? Я постоянно в роликах показываю Ростовскую область, что с дорогами здесь вообще капут. Не знаю, с чем это связано, но вот почему-то так. Отлично, ещё и камень нового пролетел. Спасибо. Это, конечно, ещё не самый такой участок дороги плохой. Дальше будет хуже. И я всегда говорю, что когда вы едете в Ростовскую область, как правило, уже темно. Вот, например, если с Москвы, да, идёшь, то здесь нужно быть предельно внимательным, потому что можно остаться без колеса, не дай бог. Всё. Дизель здесь 51. Проезжаем Ростовский пост. Всё хорошо. Едем дальше. Так, смотрите, значит, расход, видите, всё так же держится 9,7. Идём всю дорогу на круизе. Бензинчик-то у нас подходит уже на красное деление, да. Нужно искать заправочку. Но, смотрите, мы проехали 790 километров, и на этом топливе я ещё могу проехать порядка 150 километров. Сейчас я вам покажу вот так вот. Вот, видите, ещё могу проехать 130 километров. Но сейчас на первой заправке буду заливать. Шелл, дизель, пауэр какой-то 54. Сейчас на Шелле. Ни разу вообще на Шелле не заправлялся. Ну, вроде как, хорошее здесь вообще топливо. Посмотрим. Так, заправка пошла. Вот, на 3000 рублей сколько здесь будет, получается. 50, почти 56 литров. Заодно протёрли фары, налили чай, и едем дальше. Едут и едут со своими маячками. Вот, когда ехали в Ростове тоже, они вот так вот ехали по скорости. Их машина обогнала, они сразу, они... В VIP-ято тоже есть на канале, можете глянуть. И это, кстати, случай даже по телевизу показывали. Мы заехали в Гайминск, в Шахтинск. Приближаемся уже ближе к цели, висела табличка, что нам что-то там до Шахт досталось, не рассмотрел я, к сожалению. Надеюсь, города мы тоже проскочим без пробочек. Вот, пожалуйста, табличка на Кабин-Шахтинске, нужно здесь ехать 60 километров, значит едем 60 километров. Здесь как были реконструкции, так и остались, ничего не изменилось. Летом были, осенью были, и вот сейчас зимой едем. Они тоже есть. Дыры, будьте внимательны, аккуратненько поедем. Дорога плохая. О, видите, что творится. Не знаю, когда здесь ждут, чтобы можно было с наслаждением здесь ехать, неизвестно. Но хотелось бы побыстрее, конечно. Так, здесь, по-моему, босс будет сейчас Кабин-Шахтинский, но да. Здесь стоят там. Работают ребята, работают, не плодая рукой. Дыры, будут переключать сюда Кабин-Шахтинский. Хочу вот что показать и поделиться. Наконец-то мы вернулись в положительную температуру на улице. Видите? 0,5 градусов. Шикарно. Конечно, не тепло, не как в Турции, например. Я думал, в Краснодаре будет теплее зимой. Но это все равно плюс, это не минус, это хорошо. Мы, кстати, смотрите, проехали с 1129 километров. А расход упал до 9,5 литров. Ехать нам осталось буквально 2 часа. Попускаем. Подъезжаем куда-то. Снова пост. Все нормально, не остановили и едем дальше. Так, посмотрите, до Ростова 63, до Краснодара 347. Вот нам осталось километров 30 для Оксая. И здесь дорога просто ад. Посмотрите, что творится. Посмотрите, как прыгаем. Невозможно ехать ни слева, ни справа. Потому что... Смотрите, смотрите, что это жесть. Я каждый раз езжу и каждый раз говорю, что в Ростовской области дороги по М4 ее просто нету. Это жесть. И знаки висят, главное, 110. Нифига себе здесь ехать 110. Я надеюсь, вам видно все эти дыры, все эти ямы. И все эти неровности. Подъезжаем к Ростову. И вот перед Ростовом есть вот такой вот классный участок, на котором можно ехать по знаку 110, ну там плюс 20 на 130. Вот. От этого участка действительно можно кайфануть. Но все, что было до, начиная с границы Ростовской области, это, конечно, дно. Будьте внимательны. Две или три машины стояло, меняли колеса, потому что они просто их пробили в яме. Легко можно остаться без колеса, поэтому, говорю, повнимательней. А после этого приятного участка начинается вот реконструкция. Надеюсь, вам что-то видно будет. Здесь, во-первых, узко, во-вторых, также есть почки-ямки. Поэтому также повнимательнее особо не гоните. Вот видите, ничего не подсвечивается, естественно. Поэтому, как говорится, едем на ощупь очень аккуратно. Особого внимания обращайте на фуры. Ребята, кстати, забыл вам сказать. Вот мы едем, и здесь снега уже нету. Мы делали небольшую остановку, опустошительный организм. 1039 километр, снега нету уже. Так, вот мы в Ростове. Мега Леруа. Смотрите, Ашан. Ой, как они красиво здесь все украсили, Настенька. Посмотри. Смотри, как красиво. Новогодняя инсталляция. Молодцы, прекрасно. Так, а мы, а мы поворачиваем на Краснодар. Вот сюда, вот, видите. Опять дыры, опять дыры эти. Да, да, не жесткий. Так, и едем прямо, как подсказывает навигатор, 139 километров. Так, и вот мы заезжаем в Аксай. Сразу же тут висит камера на 60, а мы как бы едем больше. Так, надеюсь, ничего не поймали. Вот оно, смотрите, круговое. Мы уходим прямо на Краснодар. Вон табличка Ростов-на-Дону. Возможно, вас видно. Здесь еще идет реконструкция. Видите, какие дыры в дороге. Надеюсь, их... Ой, ой, как сильно. Надеюсь, их сделают. Золотают хотя бы. Так, вот этот участок вам покажу. Мне кажется, он важен всем. На этом точно не бегу. Далее у нас с вами, смотрите, река Дон. Опять... Ой, 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 бездорожье. Видите, как машина скачет. И мы тоже. Так, и вот по знаку Краснодар двигаемся на Краснодар. Здесь, кстати, из новшеств в Ростовской области появились много вот таких сигнальных маячков под полицию. Видите? Их прям реально много. Через каждые там, я не знаю, пару километров они светятся. Восточное шоссе. Здесь реконструкция. Смотрите, Краснодар прямо. Будьте очень внимательны. Швикс. Это мы как бы сейчас уходим на Платник, чтобы не заезжать в Ростов. Мы уже долго мы его объезжаем, а? О, видите, тут еще ремонты, 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 ремонты. Новая дорога. Только ставят вот эти отбойники. Вот так вот. Вот мост. Уже открыт, как говорится, можно ездить. Красота. Впереди платная дорога. Вот. Видите, нам подсказывает. Впереди платная дорога. Окей, что ли. Придется заплатить. У нас появилось замечательное слово Сочи. 526 километров. Батайск направо. Если честно, вот еду в темноте, я не могу сориентироваться, где вот Батайское кольцо проехали. Мы его не доехали до него. Либо вот оно, либо вот оно было. Как раз вот эта вот эстакада. По-моему, вот эта эстакада это и есть. Значит, смотрите. Подъезжаем к платнику. Так, нам еще ехать. Два часика пишет. Все подустали. Так, где у нас тут посвободней? Так, давайте вот сюда. Так, этот платник стоит 70 рублей. Вы помните, да, нашу традицию? Все смяли, в кармашек убрали, едем дальше. У меня есть отличные новости. Мы заехали в Краснодарский край. Ура! Ура! Мы дома. Прям Краснодарский край родной. Все остальное нет. Краснодарский край родной. Все, мы в своем краю, как говорится. Осталось совсем немножко. И вот баннер висит. Надеюсь, вам видно. Добро пожаловать в Краснодарский край. Горы, море. И это, кстати, гора Субсех. Анапа. Отсюда начинается Кавказ с Анапы. Там стоит памятник, кто не посмотрел. Наши выпуски с Анапы. Большой выпуск про Анапу. Обязательно гляньте. Я ссылочки оставлю. И здесь пост такой, видите? Такой а-ля турникетовский. Такие же посты, когда заезжаешь в Большой Сочи. Если честно, они прямо напрягают такие вот какие-то. Жесткие они. Так, ну все. Все хорошо. Нас не дернули. Это отлично. Так, смотрите. До Краснодара 153. Армавир 179. И в далеке зелененькие огоньки. Это значит, что мы подъезжаем опять в Платнику. Это, по-моему, последний будет туда. У меня уже чеки больше туда не влазят. Надеюсь, он будет последний. Так, что стоит? Сто... 140 рублей. Так, это значит, Павловский район. Смотрим, где у нас свободно желтая ячейка. Вот, кстати, самая первая, по-моему, и свободно. В нее и заезжаем. Так, и ты давай не перестраивайся. Отлично. Родик, прекрати. Плавненько подкатываемся. Включаем карточку. Смотрим. Ой. Ох... Вдох... Ох... Так, слушайте. Вышло 160 рублей. так смотрите мы уходим на краснодар направо на крым на сочи вот дорога ускакивает x и 131 километр осталось ехать дальше прямо это в принципе грубо говоря нашему дому чуть-чуть осталось совсем штук все конечно м4 для меня родная стала их на работу по ней уже ехать и раз ехали казалось очень долго сейчас вообще с опытом быстро рады все так красного речек ты москве обещаем еще к этому платнику 1223 километра здесь значит 200 200 230 сейчас будет и сушки я чудо это принимаясь этих цены сейчас ну давайте вот это окошечко заезжая останавливаемся пацаны спасибо до 200 30 рублей смяли убрали едем дальше я не знаю последний не последний сейчас посмотрим нам осталось 40 километров и хочу показать это зарево если вот так можно назвать всегда над краснодаром если вы едете так вечером как мы то всегда можете наблюдать вот такую историю а это теплицы они там все подсвечиваются и получается что в небо издается вот такая необычная красота люди конечно которые едут первый раз и мы в том числе когда ехали я думаю нифига себе что такое за аномалия оказалось это просто всего лишь теплицы панские чубка налево краснодар прямо также налево крымский мост мы естественно едем что мы заехали краснодар едем по ростовке и хочу с вами подвести итог машины смотрите первое обратите внимание как упал расход после того как вы с вами заправились на шеле больше чем на литр значит там топлива гораздо лучше по километражу нам ехать осталось 10 километров 1312 у нас будет здесь мы проехали и добрались мы за ровно 14 ровно 14 часов вот сейчас 21 40 еще минут 10 2150 как раз мы выезжали 50 минут я на самом деле без итога чуть спать не ушел я это подустал вышел пока ехал машине нормально как только вышел из машины я понял что устал очень сильно так вот что касается бензина 4 грубо говоря и 3 это 7000 но учитывая что тысяч рублей еще где-то в баке там не осталось можно кататься и что касается платника значит вышло две тысячи шестьсот пятьдесят рублей но я считаю что платник дороговато и цена подскочила очень быстро резко и к тому же ну как-то неоправданно вы сами видели состояние дорог все друзья мои я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока 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 пока